Точной даты основания Курска нет, что порождает множество версий и теорий по поводу возраста города. 980 лет историки отсчитывают с момента первого письменного упоминания о городе в житии Феодосия Печерского за 1032 год. Однако даже эта дата вызывает у исследователей сомнения. 1032 год известен только в одном из списков жития Феодосия Печерского и по мнению целого ряда авторитетных авторов эта приписка имеет поздний характер и более того недостоверный характер. В самых первых памятниках этого жития, списках, да, там этой даты нету. И только когда вот довольно поздно этот Киево-Печерский Патерик решили издать еще до назаре нашего российского книгопечатания, то кто-то из образованных этих домонахов-справщиков, он расставил даты по своему усмотрению. И вот тогда появилась эта дата. Я произвел пересчет именно по этому памятнику и по синхронным долетописным датам. С точностью до года сказать нельзя. Но каким-то странным, а может быть и закономерным образом, да, вот эта дата близка. Она близка к тому, когда Курск вообще мог появиться. Археологические данные указывают на то, что там, где сегодня стоит Курск, в 10 веке жили славяне из племени северян. Ученые обнаружили сведения о большом количестве крепостей и построек в непосредственной близости от современного Курска. Это говорит о том, что здесь даже располагался племенной центр поселенцев. В составе северской земли образовался целый регион по семье, территория которого, как следует из названия, расположилась вдоль реки Сейм, известной сегодня как Сейм. С утверждением власти киевских князей в этих местах и связывают возникновение Курска. Логичнее всего полагать, что город возник практически сразу же после похода князя Владимира в 985 году на Волжскую Булгарию. В пользу этого опять-таки говорят данные нумизматики. Известно, что массовое выпадение кладов, в частности монетных кладов, связано с какими-то социальными потрясениями. Если считать 985 год условной датой начала истории Курска, сейчас ему бы исполнилось 1027 лет. Однако на этот счет есть и другая точка зрения. Город появился позже, когда Русь была поделена между сыновьями князя Владимира. Я считаю, что основателем Курска является Мстислав Владимирович, которого тот же киевский патерик, там по одному поводу, значит, именуют лютым. Русские дружины вооруженные пришли сюда где-то в первой четверти, в 20-е годы 11 века. Вот от этой даты прибавляем 10 лет по Феодосию и получаем нашу цифру сакраментальную 1032 год. Самые древние находки в пределах Курского городища археологи обнаружили на территории Знаменского собора и на месте строительства дома 2.4 по Красной площади. Предметы относятся к концу 10-го и второй половине 11-го веков. Артефактов периода татаро-монгольского нашествия практически нет. Однако и в этот сложный период Курск существовал. Батыевы нашествия мы археологически зафиксировали следы погрома города. Но что удивительно, город сразу же отстроился. Один погром Батыев можно было пережить, но дальше-то постоянные карательные ордынские рати. И вот это уже пережить было нельзя. В любом случае миф о том, что Южная Русь обезлюдила и лежала в руинах, он на сегодняшний день развеян. Курские князья первыми выступили против татар. Ну, конечно, исходя из своих школьных интересов, им не хотелось так много отдавать дани. И они напали на татарского баскака Ахмата. Летом 1596 года начинается история так называемого Нового Курска. По указу царя Федора Ивановича на старом городище, на месте прежнего детинца, была заложена деревянная крепость. Первым воеводой в город был назначен Иван Осипович Полев. Курску московской эпохи сегодня исполняется 416 лет. Однако и археологи, и историки уверены, что Курск – город древнерусский. Поэтому такой юный возраст совсем кажется абсурдным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова